Ну что, друзья, сегодня 2 января 2022 года, наступил этот Новый год, и мои родственники, родственники других блогеров, общественных деятелей, критиков российской власти, российского режима, наши родственники до сих пор находятся в заложниках у Кадырова. Уже 12-й, по-моему, день, даже 13-й уже день, они находятся у него в плену, в заложниках, мы не знаем, ничего не знаем о их судьбе, живы они или нет. Пытают их, кормят ли их вообще среди задержанных, среди похищенных людей есть очень больные люди преклонного возраста. Это понятно, что никаких медикаментов, ничего вместе с ними, ну, им туда не предоставляется. Пытают, забирали, разумеется, таблетки, это все вместе с ними не забирали, они это с собой не взяли. Там есть люди, которые должны постоянно принимать эти лекарства, люди, которые там пережили операции, в общем, с очень серьезными такими заболеваниями. И до сих пор, уже вот 13-е сутки, мы о них ничего не знаем. Есть даже информация, что один из задержанных вроде как умер, мы не знаем, чей он именно родственник, но это неподтвержденная информация. В общем, к сожалению, эта ситуация сохраняется, преступление, которое здесь и сейчас совершается, вот в настоящее время мы с вами проводим эфир, а в это же самое время вот это вот преступление, удерживание заложников, выдвижение каких-то требований, неофициальных, но тем не менее, понятно нам, чего они добиваются. Это все происходит вот сейчас, в настоящее время. Пока этот мир, политические какие-то организации международные, очень авторитетные, пока они уж празднуют новогодние каникулы, отдыхают, в это самое время происходит величайшее преступление. И, к сожалению, какого-то серьезного резонанса в этом мире это не вызывает, такое преступление не вызывает. Это очень печально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok